В целом все на энтузиазме, и фонд на коленке получился, то есть никто не был связан с благотворительностью, мы сами узнавали ответы на вопросы. Вся наша история, в общем, на спотыканиях и на каких-то решениях, через кровь. Баревдзес, здравствуйте! Сегодня снова четверг, а значит мы встречаемся с еще одним представителем фонда благотворительного, который работает здесь в Армении, и поговорим о том, как они меняют жизнь к лучшему. Сегодня мы будем говорить с Евгением Евсюковым, основателем фонда ЭТОС. Здравствуйте, Евгения! Здравствуйте! Ваш фонд занимается помощью людям, пострадавшим от войны. Это коротко и емко. И когда смотришь на ваш сайт, там есть три кнопки. Помощь пострадавшим от войны в Арцахе, помощь пострадавшим от войны в Украине, помощь россиянам. И вот эти три главных ваших направления. Расскажите, пожалуйста, чем отличаются каждая из них, и как устроена помощь внутри каждой этой кнопки. Окей. Начну, наверное, с основной, с чего мы начинали. Когда мы запускали проект на тот момент еще, не фонд, мы хотели помогать украинцам. Это до сих пор остается, наверное, нашей основной деятельностью. Мы помогаем беженцам из Украины, которые после начала войны приехали в Армению. Помогаем много чем. У нас уже сейчас много на данный момент проектов. Это продуктовые наборы, это бытовая химия и лекарства. Это то, что мы называем гуманитарными наборами. А что входит из еды в такой набор? Из еды это разные крупы. Булгур, рис, гречка. Это макароны. Это печенье, сгущенка. Это консервы рыбные, мясные, овощные. Это сахар. И там уже опционально, когда мы можем закупить, или нам приносят мука. В общем, если нам что-то приносят, там уже что угодно может быть. Это большой пакет? Это не особо большой пакет. Это, наверное, человеку на несколько дней из семьи. На несколько дней из семьи? Да, это не на неделю. Из трех-четырех человек, да? Да, да. То есть небольшой. А что входит в аптечку? Это уже по запросу. А, по запросу. То есть это мы не каждую неделю выдаем. То есть к нам может обратиться беженец и сказать, что мне нужны такие-такие лекарства. Если это лекарства, которые выписывают с врачом, то, соответственно, предоставляет от врача документ. И мы уже закупаем, также делаем в социальных сетях пост о том, что нужны такие лекарства. Люди приносят, если не приносят, мы закупаем. И потом уже сообщаем человеку и эти лекарства ему передаем. То есть базовой аптечки какой-то нет? Базовой нет. У нас базово только продукты и бытовая химия. Ботовая химия, то есть, не сказал, порошок, средства для мытья посуды, мыло кусковое, жидкое, туалетная бумага. Памперсы, наверное? В памперсы у нас не входит бытовой. Памперсы у нас входит в запросы. Это тоже отдельное направление. То есть беженец также, помимо лекарств, может обратиться к каким-то необходимым для себя вещами. То есть какие-то сезоны могут быть вещи. Это на зиму дрова мы закупаем, обогреватели. Летом, например, из подобного это вентиляторы. И также человек может обратиться за памперсами. То же самое. То есть он приходит на точку, волонтеры у него записывают. На все это ведется учет. У нас есть база, у нас есть приложение, которое с этой базой связано. Обязательно заносит запрос на памперсы. И, собственно, когда они готовы к выдаче, либо, опять же, на кранах приносят ли мы, делаем большую закупку памперсов, сообщаем человеку, и эти памперсы мы его даем. Вот если просто давайте сымитируем ситуацию. Вот я беженец. У меня есть какие-то нужды. Я решаю обратиться к вам. Расскажите мне пошагово, что я должна сделать. Вы должны прийти к нам в офис. Для украинцев достаточно просто паспорта с отметкой о легальном въезде в Армению и после начала войны, то есть после 24 февраля. Вас регистрируют, уточняют у вас все контактные данные, размеры семьи, сколько там детей, сколько человек в общем. Уточняют у вас, какие у вас есть запросы, то есть те же самые памперсы, лекарства. Спрашивают про то, нужна ли помощь со сборами на какую-то операцию. Какие-то вообще проблемы есть. Может быть, жильем проблемы есть, с работой. Мы с этим тоже помогаем. Спрашивают, нужна ли психологическая помощь. У нас есть волонтеры-психологи, которые работают как, ну, групповые занятия проводят, и индивидуальные. Вот, далее все это заносится в карточку семьи. Волонтер идет, собирает, либо приносит уже собранный пакет гуманитарной помощи. Беженец получает в этот же день из Украины. То есть, если он принес все документы, в случае с украинцами это паспорт, то да, он сразу получает, может нам приходить каждую неделю за гуманитарным набором. А все остальные запросы уже по мере готовности. У нас есть данные с прошлого года. 2004, по-моему, больше мы обновляли. Мне кажется, так и осталось. Потому что если даже и было в какой-то момент больше, то уже, ну, либо кто-то разъехался, то осталось, наверное, тысяч четыре, плюс-минус. Именно человек? Именно человек, которые сюда въехали. А семей это сколько? Ну, по-разному. По семье вообще сложно сказать. У нас в фонде на данный момент именно актуальных, не считая тех, кто уехал, уже помощь у нас не получает, около 200 семей. В среднем, количество человек, которые через нас проходят, это 900. Это в месяц приходит. А как вам кажется, какая периодичность обращений? То есть есть семьи, которые каждую неделю приходят? Или это, условно говоря, какой-то тяжелый момент у семьи, они пользуются помощью, потом дела немножко выправляются, они перестают. Как это работает? В основном ходят каждую неделю. Есть те люди, которые приходят именно по необходимости. Они так и говорят. Они даже приходят, когда по необходимости, они говорят, вот это мне не нужно, пускай лучше кому-то другому пойдет. Я возьму только то, что мне нужно и называю то, что мне нужно. И могут приезжать там раз в месяц, могут приезжать там даже раз в год. Вот у нас всегда такая ситуация была, что у нас женщина, мы в прошлом году еще беременна ее, видели и помогали коляску покупать. Она пришла с младенцем? Да, она пришла уже с младенцем. Вот. Такие ситуации бывают. Но в основном, это все, которые ходят каждую неделю. То есть там за каждым человеком закателен день. То есть если он к нам обратился в понедельник, то он может приходить каждый понедельник получать моментарный набор. И есть какой-то чат или что-то, через которое идет коммуникация постоянная? То есть если, например, я не знаю, допустим, человек заболел, не может прийти в свой понедельник, и он может, например, прийти в среду, он просто должен передоговориться, как это устроено? Если он приходит позже своего дня, то он может просто прийти позже. Но ничего страшного нет, мы прям не подгоняем вот какой-то один день. Если раньше, то да, обычно предупреждают. У нас есть, как и чаты, но обычно мы там не раскидываем никакую личную информацию, там просто скорее беженцы общаются между собой, какие-то вопросы могут задавать, не касающиеся чего-то личного. Вот. А для личных вопросов у нас есть и работает горячая линия, у нас есть... Телефон? Телефон. Он работает у нас во время работы офиса, то есть в 10 утра до 9 вечера. И горячая линия в Телеграме, она работает круглосуточно, на нее можно обратиться когда угодно. Это просто наш бот, в него люди обращаются, и уже волонтеры работают с этими заявками. Это технически очень удобно устроено, сразу видят там, могут посмотреть историю сообщений волонтеры, могут посмотреть информацию о семье, о семье, могут зайти в карточку, посмотреть любую другую информацию, и уже вот так стараемся какие-то вопросы решать и отвечать. А я правильно поняла, что даже сформировалось какое-то комьюнити из украинских беженцев вокруг фонда, то есть они общаются сами по себе уже отдельно? Да, конечно. Ну, то есть, ну, как и я сюда приехал, мне нужен был кто-то из России, с кем я здесь мог бы общаться, также украинцы, они ищут тех, с кем я здесь есть что общее обсуждать. У нас прям знакомятся с семьями, вместе с детьми, у нас очень часто приходят потом беженцы к нам просто забежать, не знаю, ребенка, день рождения отметить, тортик покушать, приходят между собой даже пообщаться, они договариваются, чтобы прийти к нам в одно и то же время, чтобы посидеть в офисе и просто попить чаю. А у вас есть для этого места? Да, у нас холл со столиком, можно присесть на кресло и поговорить, что угодно. Некоторые беженцы приходят даже уже, вместе помогают. Они знают, что у нас понедельник закупка на склад с рынка и доставка. Вот, они приходят и помогают. То есть они сами становятся волонтерами? Да, они приходят, помогают. Это есть такие, у нас несколько взрослых, две девочки у нас есть, которые сначала приходили с семьей, получали помощь, а потом захотели помогать нам. Одна из них, это девочка из Мариуполя, сейчас она координирует направление благотворительных ивентов. Она занимается коммуникацией с артистами, с лекторами, с кем угодно, договаривается и организует наши благотворительные ивенты. Там маркеты, какие-то то же самое, лекции и все остальное. Ой, это очень здорово. То есть это какое-то получается вовлечение самих беженцев уже в эту работу. Это само происходит. То есть вы для этого ничего не делаете? Да, это происходит само, и для меня это удивительно. Вот сейчас недавно у этой девочки раз было день рождения, я ей когда пишу, я говорю, блин, удивительная вещь, а я помню, как ты пришла к нам за помощью, просто так попала, что я их встречал и занимался. И сейчас уже там, спустя полгода мы видим, что мы просто уже дружим и работаем вместе. Да, это на самом деле какой-то самый естественный процесс вообще, говорит. У нас все так, у нас все естественно. Ну, никто из нас не занимался благотворительностью. Как вообще вы начали это делать? Мы, когда, ну, с начала войны многие уехали в Армению, не секрет, в том числе и я. И здесь, естественно, я стал искать какое-то русскоязычное комьюнити, с кем я могу общаться, проводить время, куда-то ходить, узнавать Армению в целом, новая для меня страна. И так мы познакомились, решили, что мы... Сколько у вас человек? Сейчас? Основателей вообще? Блин, ну, человек пять было. Там уже кто-то поотвалился, с кем-то мы не сошлись в работе. Именно и старичков, и старичков, ну, именно, которые сейчас еще волонтерят. Ну, кстати, так и осталось пять. Там просто они заменились в первое самое время. Многие отвалились на первых парах, потому что идея-то крутая, давайте помогать, а вот уже до помощи не у всех дело дошло. Всего волонтеров около ста, и постоянных это 50, которые занимаются помощью физической на складе. Кто-то на удаленке, и где-то, ну, вторая половина это те, кто могут к каким-то задачам присоединяться, то есть мы знаем, у нас есть база волонтеров, кто там что может делать, кто-то там дизайн, кто-то там занимается веб-разработкой, кто-то психологи, кто-то юристы. Мы обращаемся, говорим, может ли помочь вот этим, и человек уже говорит, может или не может, чаще всего помогают. Вот, решили помогать, соответственно, начали смотреть, что мы можем делать. Мы познакомились с ребятами, которые приехали из Питера сюда, чтобы открыть здесь бар, рассказали, им понравилась идея, они согласились дать нам место в своем баре, чтобы мы там могли собирать помощь, там у них не сложилось с арендой, и они нам сказали, что, ребят, давайте вам первый месяц мы можем арендовать гараж, потому что мы договорились и неправильно будет уже что-то менять. Все, так мы арендовали гараж, запустили соцсети, где рассказали, что вы можете к нам приносить вещи, еду, мы это будем передавать украинским семьям, украинцы так узнали. Но далее заработало сарафанное радио, стало все больше и больше людей приходить, соцсети стали более известны, начали участвовать в мероприятиях, появились афиши на улицах, в Армении, в Ереване, как минимум, очень хорошо работает публичная расклейка. Отличные средства коммуникации оказались. Для меня прям открытие было, да, мы это постоянно используем. Ну и все, и так потихонечку, как-то естественным образом происходило развитие, то есть все больше дружеских организаций появлялось, все больше волонтеров, все больше беженцев. В июле прошлого года мы поняли, что мы уже в гараж не помещаемся, вроде уже как бы с финансовой поддержкой было все более-менее окей, и мы перебрались в офис побольше, в которой мы сейчас находимся на 13.30, и, собственно, сейчас такой же момент у нас настал, что мы понимаем, что мы снова не вмещаемся, там бывают моменты, мы, конечно, стараемся распределять волонтеров так, чтобы мы не ходили друг по другу, но, опять же, здесь еще беженцы приходят, мы не можем никому сказать, пожалуйста, выходите на улицу, и все, сложновато иногда, но сейчас проблема здесь в том, что ценники на коммерческую недвижимость прям как жутко взлетели, мне кажется, они еще больше поднялись, поэтому пока ютимся, нормально, как сказать, в гараже работали, и здесь поработаем, потом уже видно, что будет, вот, к чему это все говорил, что в целом все на энтузиазме, и, ну, фон на коленке получился, то есть никто не был связан с благотворительностью, мы сами узнавали ответы на вопросы, либо кого-то искали, кто может ответы дать, на своем опыте к чему-то проходили, ну, весь, вся наша история, в общем, на спотыканиях, на каких-то решениях, через кровь, потому что сталкиваемся с проблемой, и проблему как-то нужно решить, и мне очень нравится, что проблемы позади не остаются, на плане, что мы не забиваем на них, проблемы решаются, они решаются, да, и когда тебе в моменте, может быть, кажется, что идет все как обычно, ты поглядываешься на несколько месяцев назад, и понимаешь, что нет, все-таки большой путь проделан, и прям, ну, огромнейшими шагами идем, и прям, а вы взаимодействуете с другими фондами, которые здесь в Армении работают? Мы открыты вообще для всех, стараемся взаимодействовать со всеми, но есть такая вещь, когда на словах ты можешь много чего ходить, много времени тратить на разговоры, до дела, иногда не доходит, не так часто доходит, да, сейчас как-то более продуктивно пошло, у нас есть друзья, фонд New Generation недавно появился, у нас очень похожее направление помощи, на этой неделе мы проводили у нас в офисе тестирование на ВИЧ бесплатное, вот, и также сейчас нарабатываем, как можем сотрудничать в плане гуманитарной помощи, наваливное сотрудничество в плане шелтера, то есть, если, допустим, в нашем шелтере мяса нет, мы можем направлять к ним, с психологами, та же самая история, совместные, совместные какие-то мероприятия с нашей и их аудиторией, вот, также фонд Адра тоже на этой неделе, прямо самого свежего, что могу вспомнить, в нашем офисе совместно с ними раздавали карточки Реван-Сити, подарочные, очень много беженцев, и старых, и новых о нас узнали, которые дают, о нас вообще не знали. Благодаря новым фондам, да, благодаря их аудиторию? Да, но благодаря тому, что мы опубликовали в соцсетях, что мы будем раздавать для украинских беженцев карточки, соответственно, там тоже заработало сарафанное радио, начал рассказывать друзьям, знакомым, и вот в итоге, я там вчера весь вечер бегал, встречал людей, потому что не знали, как добраться до офиса, потому что первый раз у нас. Вы не первый раз говорите словосочетание сарафанное радио, это самый эффективный, наверное, способ, да, как о вас узнают? Наверное, в целом сейчас, наверное, ну, именно по статистике, наверное, уже все сравнялось, именно афиши, социальные сети и сарафанное радио, именно при старте, это прямо самое основное средство того, как о нас узнавали, потому что соцсети у нас еще были маленькие, люди разговаривают. оно говорит о доверии, потому что ты не будешь рекомендовать, если тебе не помогли. Получается, что это и есть, как бы, ну, подтверждение того, что люди доверяют, когда они тебя советуют. И то, что вот вы рассказываете про волонтеров, что многие возвращаются уже в качестве волонтеров, это тоже говорит о том, что это такое уже некоторое сообщество. А если говорить вот про вашу другую кнопку, про помощь Арцаху, то как она устроена? Она отличается от помощи? Она немножко отличается, но вообще по именно направлению помощи она аналогична. То есть это продукты, вот авайхимия, лекарства, сборы, индивидуальные запросы, психологическая, юридическая помощь. Вот. Единственное, что у нас, если украинцев, мы берем всех и рассматриваем как пострадавших от войны, потому что человек, ну, бросил привычный свой образ жизни и был вынужден ехать из-за войны из своей страны, и мы, нам достаточно просто паспорта с отметкой о том, что они въехали легально и после 24 февраля. А если до, то нам нужна карта беженца, чтобы Армения признала их беженцам, мы тоже помогаем. То Арцахцев у нас на них просто не хватило ресурсов в какой-то момент, когда у нас случился большой бум в октябре прошлого года. То есть у нас все это время до октября 22-го было три семьи, которым мы помогали. За октябрь у нас стало 503 семьи. Примерно, я так говорю, что примерно 500. И мы поняли, что мы просто не справляемся. Ни сил, ни времени, ни ресурсов. И мы решили, что мы не сможем помогать всем. Мы выберем именно социально уязвимые группы и разработали систему, где мы у людей просим подтверждения, чтобы они относились к какой-то из групп. То есть многодетные семьи от трех и более детей. Это потеря кормильца, это инвалидность любой группы. И все. И так спустя... Это на самом деле безумно сложное время было. И вот это все решение заняло месяца три, наверное. Вообще, это сложный еще на самом деле моральный выбор. Потому что получается, что вы должны решить, кому помогать, кому нет. Да, но к тому моменту с моральным выбором, наверное, уже вопрос сильно не стоял, потому что мы уже практически полгода уже работали. И тут уже отказывать это нормально уже... Приучились немножко. Свыклась, да. Ну, то есть это как, не знаю, как в журналистике, где угодно. Когда ты видишь постоянно какие-то новости, у тебя уже мозг какие-то механизмы защиты вырабатывает, у тебя уже настолько эмоций не вызывает. Ты понимаешь, что да, всем ты не поможешь, ты именно можешь помочь тем, кому можешь. Вот. Там скорее это все, это нужно было перераспределить. Просто ресурсы фонда, научить волонтеров с этим работать, научить работать с заявками, техническую базу под это подвести. Вот. Потому что у нас все в электронном виде. Ребята работают на компьютерах, ребята работают с приложением на телефонах. Вот. И где-то к январю мы только выправились, а у нас уже огромный вагон этих заявок. Мы же не сразу это поняли. Мы людям говорили, что сейчас мы не можем, но оставьте заявку, мы вас зарегистрируем и позвоним. И представьте, что такое, когда у вас таких 500 заявок людей в ожидании. Не представляю вообще. И ты еще сам не знаешь, что с этим делать. Люди постоянно названивают, спрашивают, когда можно получить помощь или нельзя. Ты говоришь, мы пока не знаем, извините, пожалуйста. Вот. И постоянно... Скорее здесь давление еще одна из сложностей. Вот. И к январю мы уже как бы разгребли все это прямо. Мы сидели сутками все эти заявки, прозванивали, уточняли документы, что прислали, не прислали, ставили статусы, там ждали неделю, пришлют документы или нет, чтобы уже потом либо отказать, либо принять. Вот. И сейчас это уже все идеально работает. То есть сейчас у нас уже как потоком идут украинцы, так и потоком идут арцахцы. Это вообще никаких сложностей не вызывает. Уже как конвейер. Вот. Но к этому мы шли достаточно долго и тяжело. Но есть, наверное, война в Украине и беженцы из Украины, они приезжают в совершенно чужую для себя страну. А война в Арцахе, когда люди приезжают как бы в свою же страну. По-другому, наверное, все это. Это есть, да. И война как бы в Карабахе крупная, от которой люди бежали, она все-таки была три года назад. Это тоже большая разница. По поводу того, что именно в чужую страну больше половины, процентов 60, наверное, или 70 украинцев, которые сюда приезжают, это этнические армяне. Многие из них никогда в Армении не жили, не знают армянский, но они здесь стали либо родственники, либо друзья. Они сюда приезжают просто потому, что есть кому ехать. Большинство из них не хочет оставаться здесь. Даже, какой есть родственник, они хотят, типа, что... Ну, они привыкли жить в другой стране. Они хотят дома. Они хотят возвращаться и многие даже сумки свои не распаковывают. Они живут уже, они могут жить уже больше года, но сумка будет запакована на случай того, если вдруг... Ну, короче, психологическая штука, что сложно принять то, что сейчас тебе нужно здесь как-то настраивать свою жизнь. Кто-то настраивает. Вот. Так, по поводу... Ну, так беженцы из Арцаха тоже хотят, наверное, вернуться домой. Беженцы тоже хотят вернуться, безусловно. Сейчас, наверное... Сейчас это просто невозможно. У них максимально подвешенное состояние, да, потому что у нас беженцы рассказывают, что нам там строят сейчас дом, который разрушили. А в итоге сейчас все. У некоторых родственники остались там. Там у нас есть семья, где муж с женой, а мама с жены, а она живет в Степанакерте. То есть в столице... Вся семья разделена. Карабаха, да, и ничего они сделать не могут. Вот. Ну, в общем, скорее я про то, что украинцам сложно здесь реально пережить. А если, например, семьи начнут возвращаться, вы будете помогать, допустим, с билетами, чтобы лететь там? У нас были такие случаи, когда просили люди о помощи, чтобы вернуться в Украину. Мы не помогаем. Мы решили, что мы не можем здесь, потратив силы, человеку оплачивать билет туда, где грозит ему опасность. У нас был случай. У нас уехала женщина. Как бы мы отказались. Это очень хорошая женщина. Мы с ней очень дружим. Вот. И она на наших мероприятиях, она рассказала свою историю. Ей человек, грубо говоря, подарил билет. Она улетела. И в итоге сейчас не очень хорошо. Она вернулась, хотя до этого было все спокойно, под ракеты. Сейчас вот надеемся, что возможно примет решение возвращаться. Уже билеты возвратные сюда, уже без проблем. Попробуем деньги собрать. Все-таки в Украину мы не оплачиваем. Тут ваше решение. Мы объясняем, что это опасно. Вы должны это понимать. Но вы не можете влиять на человека. Влиять нет. Мы не отговариваем. Мы не можем говорить, типа нет, оставайтесь здесь. Мы просто говорим, что опасно, подумайте. И помочь собрать деньги на это мы вам не сможем. И все понимают, то есть это их решение. Ну да, то есть в данном случае никто не ждет безоговорочной поддержки и сразу. то есть с этим проблемой. То есть у вас настолько четко это расписано, что редко бывают случаи, когда люди приходят с чем-то, чем вы не можете помочь. Или такое бывает? Бывает, конечно. У нас, мы стараемся сохранить какой-то индивидуальный подход. То есть у нас там есть... Как при таком потоке это удается делать? Ну, не знаю. Нас много. И у нас уже на данный момент хорошо отлаженная система коммуникации между командой. То есть склад передает другие там, допустим, выт-запросы, где разбираются, насколько эта ситуация критичная. Дальше передается у нас человек, который отвечает за финансы. Он смотрит, насколько можно себе это позволить, нужно сделать сбор и так далее. Потом возвращается, склад уже дает ответ беженцу. Все это работает. Иногда с косяками, но в целом более-менее хорошо все отлажено. Вот. И мы стараемся это сохранить. То есть не под какой-то свод правил прям идеально идти, а стараемся все-таки вникнуть в историю и посмотреть. То есть где-то может быть две ситуации, которые кажутся одинаковыми, но нет. В одной мы поможем, в другой нет. А правильно ли я понимаю, что вы не собираете индивидуально на человека? Вы собираете либо на склад, либо на юридическую помощь, либо на психологическую помощь, либо на лекарства? У нас сборы только... Мы не собираем юридическую помощь. У нас ребята... Волонтеры. Как волонтеры, они готовы это делать, психологи и все. Они на данный момент работают все бесплатно и сами при этом развиваются как-то. То есть у нас парень, который занимается юридической помощью, у него это стимул изучать армянское законодательство. Он в России занимался в том числе юриспруденцией, и в Армении ему интересно тоже все это узнать. Психологи тоже самое, они какие-то отрабатывают свои вещи, навыки, делают курсы и все остальное. Возвращаясь к сборам и запросам, то есть человек приходит, говорит, что холодно, мне нужны дрова. Зимой это много семей. Мы эти семьи подсчитываем, выкладываем в сбор, что у нас 10 семей нуждаются в дровах. Такая это сумма. Потом мы разводим по этим семьям. Семья может прийти и сказать, что у меня там, не знаю, проблема с глазом, не знаю, что я могу сейчас вспомнить. Мне нужна операция, человек приносит документы, и мы конкретно этому человеку собираем сбор. Мы стараемся показать историю человека, то есть чтобы человек рассказал какую-то свою историю, почему тебе нужна помощь. Потому что, понятное дело, что мало кому это хочется делать и тем более светится, что как бы по помощи просишь, некоторым стыдно, особенно это с армянским менталитетом очень сложно. Ну, рассказывают. Тем не менее, потому что нужно подать историю, чтобы человек понял, что он не просто на буквы деньги отдает и в идеале еще результат получить. Потому что у нас недавно была. Мы эту схему тестировали на недавнем сборе с... У нас девочка есть, которая хотела сдать экзамены, аналог ЕГЭ, российского, только в Украине, чтобы удаленно поступить в Украину. И ей нужно было в Италию эти экзамены ехать, сдавать, лететь. И нужна была достаточно большая сумма. И, собственно, мы ее записали, она рассказала свою историю. Достаточно быстро собрали деньги и по итогу она хорошо все сдала. Еще не поступила, но экзамены хорошо сдала. Она записала кружочек в наш канал, что, ребят, всем большое спасибо, я сдала там в Италии прям. Вот. И прям очень хорошая история получилась. Потому что это сложный был сбор. Потому что одно дело, когда реально сбор на что-то угрожающее жизни, а другое дело, когда ну что будет. Вроде не так критично. Здесь включаются как раз личные истории. То есть получается, что приходится еще как к журналисту работать отчасти. Да, у нас есть медиа-команда и мы тоже учимся, делаем сейчас. У нас сейчас процесс, но уже очень много тренировали. То есть мы сейчас запускаем полноценный ТикТок, Шортс, у нас работает Твиттер, у нас работает новый этот Трэдс от Инстаграма. Инстаграм, естественно, одна из основных наших площадок, Телеграм. Ютуб стараемся, но Ютуб много ресурсов нужно, пока столько сил у нас нет. То есть в идеале мы сейчас понимаем, что у нас очень много людей, которые нас окружают. Во-первых, история Бернса, во-вторых, это волонтеры с навыками, которые могут что-то рассказать, свои истории, что-то интересное. У нас вышло пока что только одно интервью. Это у нас парень-волонтер был, который сейчас уже улетел. Он биолог, который занимается изучением рака. И, собственно, мы с ним сняли небольшое интервью, там мифы, и сейчас задаваем вопрос о раке. И очень так... Хорошо зашло. Ну, у нас нет аудитории на Ютубе, поэтому не особо. По-моему, краткая версия лучше зашла, нашелся там несколько тысяч просмотров. Но пока это поделано, надо все это нарабатывать, пробовать. Это получается уже какое-то ответвление. То есть, ваша благотворительная деятельность обрастает всякой другой работой. Медиа, у вас есть шелтер, у вас есть службы помощи, значит, юридическое, психологическое. Вы уже делаете с таким многофункциональным каким-то центром. Да, но мы стараемся к этому подходить так, чтобы мы понимали, что на эти ресурсы есть. То есть, это очень важная вещь касательно медиа и всего остального. Это очень сильно удерживает людей. Когда мы не можем платить зарплату, человек остается, чтобы прокачивать свои навыки, чтобы там обрастать знакомствами, связями. И вот эти наши направления по типу медиа, они важны для того, чтобы показывать работу фонда и изнутри. Во-первых, оно вызывает доверие, прозрачность создает. То есть, мы вообще, то есть, там в любое время можно залететь с камеры и, пожалуйста, что хотите, то показывайте, нам вообще скрывать нечего. И, собственно, во-вторых, человек как-то самореализуется. Он не чувствует, что он себя полностью отдает и не получает ничего взамен. А он получает взамен. Это важно, потому что, когда ты забиваешь на свою жизнь и идешь помогать, очень многие начинают этим самым оправдывать. Вот что там, не могу на работу устроиться, но я вот делаю доброе дело и мне теперь все должны. И такие случаи тоже есть. Это во-первых. А вторая большая проблема это выгорание. Потому что, если ты только целиком погружаешься в это, то твой ресурс кончится. И ты, во-первых, будешь сам страдать, во-вторых, ты просто станешь бесполезен. Да, и с беженцами еще очень сложно. Война-то идет, беженцы не кончаются. И здесь не всегда виден результат. Ты вроде отдаешь, а беженцы вот так же идут. И результат слова сложный увидеть. Ты можешь точно увидеть, но какая-то семья помог, и семья такая счастливая пришла, сказала, ну, допустим, спасибо большое, что дали возможность экзамен сдать. А вот эти все направления с медиа, ты можешь видеть результаты свои сразу. А вот мы сейчас, когда говорим про выгорание, бывает ли, что, например, психологи, которые у вас на горячей линии, они и вам же помогают, и волонтерам помогают. Вот такая взаимная история бывает? Так, сейчас сразу скажу, что у нас психологи не на горячей линии, но у нас волонтеры, которые, ну, скорее просто принимают запросы и соединяют с нужными командами. То есть, если человек обращается за психологическую помощью, они его соединяют с психологом, они уже разбираются. Вот. И для волонтеров, отвечая на вопрос, да, конечно, у нас еженедельно проходит встреча с психологами команды, там может прийти любой желающий из волонтеров на групповые занятия, где мы разбираем всякие техники, там, эмоции, как что работает. И здорово, у нас прям очень хорошая команда психологов, то есть у меня это до работы с ними воспринималось, что, ну, тебе в голову лезут, а я, блин, и сам могу разобраться. А сейчас я прихожу и понимаю, что это просто какая-то, ну, дружеская, приятная беседа, где мы просто обсуждаем интересные вещи. Видно, что волонтеры сами тянутся, им интересно, они там пытаются разговаривать, что-то говорить, спрашивать. И вот так, собственно. А среди волонтеров много иммигрантов, приехавших россиян? Много? Процентов 90. У нас почти все россияне, во-первых, это, опять же, комьюнити, здесь многие находят друзей, знакомых, делают полезное дело, про навыки уже сказал. У нас есть несколько волонтеров армян, они у нас работают на переводах, и один у нас координирует дизайн. Он дизайнер, он работает из большой компании, и к нам пришел. Это очень забавная встреча была, мы сидели в гараже, и мы что-то задержались, ночью работали. У него рядом был офис, и он вышел покурить, и он тоже задержался. И он к нам подходит, говорит, блин, я вот что-то давно смотрю на вас, хотел познакомиться, подойти, но стеснялся. И мы в итоге познакомились, и нам на следующий день буквально мы сели с ним до ночи и делали презентацию, потому что там была срочно нужна презентация. И все, он за секунду включился в работу, и все, сейчас мы прям хорошие друзья уже, и на постоянке работаем. Вот, и, собственно, волонтеров армян. И несколько украинок есть, которых я уже рассказывал. Да, а вот у вас есть еще помощь россиянам среди ваших тоже кнопок. В чем она состоит? Вот, здесь уже большая разница. Мы россиянам не водаем гуманитарные наборы, но направление юридической помощи, направление психологической и шелтера у нас для них есть. Шелтер у нас только для россиян. Мы, конечно, иногда заселяем, как сказать, сложная ситуация, пока мы ищем квартиру постоянную для беженцев из Украины. Мы можем заселить с условием того, что им будет ок жить рядом с русским, потому что не все согласны. Согласны понятным причинам. Вот. Шелтер мы запустили во время мобилизации, когда был огромнейший поток сюда россиян, чтобы им дать временное жилье, чтобы они не в никуда приезжали. Мы даем им жилье по стандарту две недели, там уже по-разному варьируется, кого-то больше. На улице мы, естественно, никого не выкинем. За это время в идеале мы человеку помогаем здесь найти работу каким-то дружественным организациям. У нас есть много дружественных баров, мы можем подготовить, помочь резюме, куда-то устроить человека, чтобы он уже имел возможность снимать свое собственное жилье, если такой возможности у него до этого не было и работы не было. Вот. И также мы помогаем с поиском постоянного жилья. То есть человек говорит, какой у него бюджет, который он может себе позволить, и место, где ему нужно. Мы стараемся по этим запросам найти ему жилье, договориться, чтобы он заселился. То есть у нас есть несколько таких кейсов, где человек прошел полный цикл. Засиделся без ничего, устроился на работу и... Переселился в свое жилье. Вот. И в момент мобилизации это очень полезно было, потому что люди реально сломя голову летели на эмоциях. Мы прям встречали в аэропорту, отвозили за сериалей к себе, были на связи, рассказывали, как что здесь работает. А сколько народу там помещается в шелтере? Человек 10. У нас плюс-минус там еще к кровати можно добавить, но мы сейчас скорее решаем как раз-таки с дружественной организацией New Generation, где там скончаются места, мы... К ним. Заселяем к ним. Еще по шелтеру тоже важно уточнение. Момент мобилизации. Мы арендовали дом целый. К январю стало понятно, что все, кто сюда приехал, разъехались. Многие вернулись в Россию, кто-то остался уже там, живет сам по себе, кто-то уехал в Европу, ну, в любые другие страны. И у нас там из этих 10 мест там заселены были 2. Ну, то есть совершенно неориентабельно было. И мы заколабились с ребятами Треглинки. У них здесь каливинг есть в Ереване. Вот. И мы заселяем туда. Просто мы оплачиваем именно за человека его место на 2 недели, и он там живет. А вся остальная помощь оказывается так же. Мы с ним на связи, стараемся помочь с работой, с постоянным жильем. А еще какая помощь россиянам? Так, психологическую, юридическую, шелтер я назвал. Наверное, все именно для россиян. Россиян, именно если вдруг там совсем какая-то сложная ситуация, мы перенаправляем в Нью-Дженерейшн, потому что Нью-Дженерейшн как раз-таки дискриминированным людям, в том числе по политическим мотивам, выдают продуктовую помощь. мы не можем. Но поток сейчас уже ослаб, да? Блин, такое ощущение, что сильно-сильно ослаб. Я вспоминаю прошлый год, когда сидешь, и прям реально очень много людей, очень многие возвращаются на самом деле. Да? У нас очень много из волонтеров вернулось в Россию. То есть мы ничего никогда не сможем сделать с тем, что, допустим, люди привыкают к войне. Как бы ни хотелось, они уже не вызывают тех эмоций. Люди уезжают, многие на страхе чего-то, а потом у них страх притупляются, они думают, блин, ну в России-то нормально было, там все понятно как, там была работа и все остальное, и многие возвращаются. Их тоже можно понять. Ну, блин, каждый человек имеет право на мирную жизнь. И тут уже как ему интересно. Причем многие уезжали там и из России, вообще никак не связаны с политикой. То есть в России даже в нынешней ничего не угрожает. То есть там, если сейчас человек не лезет в политику, он может спокойно жить. Сейчас вообще все три эти потока более-менее ослабли. Или Арцахский сильнее всех? Украинский, Арцахский вообще не ослаб. У нас он потихонечку прибавляется. Российский сильно ослаб. Но по сравнению с осенью прям сильно-сильно. То есть сейчас у нас где-то мы заселяем человека там раз в две недели. До этого там у нас огромная очередь была на те 10 мест. Буквально каждый день сыпались заявки. Сейчас он есть, но сейчас, благо мы не снимаем дом, мы не тратим денег, которые могли бы тратить что-то другое. У нас вот есть партнеры, и соответственно мы уже то точечно за них оплачиваем. Как вообще у вас с деньгами дело обстоит? С деньгами очень по-разному. Мы с прошлого года пытаемся выйти на гранты, но гранты на гуманитарку оказалось очень сложно получить, тем более новые организации. в западных всяких фондах? В западных. И, по-моему, несколько армянских мы подавались. Там, конечно, нужно сделать уточнение, что мы когда начинали, там многие у нас грантовые заявки прошли вне сроков. Мы тогда еще только начинали и разбирались. Понятное дело, что их просто выкинули и не посмотрели. Но мы повторно подавали и по итогу там проигнорили. Короче, некоторые игнорят, некоторые отписывают, что нам очень жаль, повезет в следующем году. Сейчас пытаемся выходить на гранты уже касательно, ну, именно не гуманитарки, потому что на гуманитарку не хотят давать. Хотя у нас сейчас появился уже человек прям профессиональный. Фанджайзер. Да, который на российский благотворительный фонд работал. То есть он знает, как что, помогает нам заявками. Мы подаем сильно гуманитарные до сих пор. Просто вместе с этим мы сейчас подпадались на гранты с психологической помощью, чтобы всякие групповые занятия, лекции делать для желающих. И на медиа сейчас что-то ищем. Вот. С грантами в общем пока ни одного. Заявок у нас много. И больше 20 было. И 100% это пожертвования от физлиц. Государство? С государством у нас было несколько пересечений. Это в момент обострения на границе здесь они собрали стол, где начали спрашивать у каждой из НКО что кто может, у кого есть склад, где можно хранить продукты, у кого есть транспорт, кто может эти продукты возить. Вроде как накидали родмап, как мы будем работать. Мы к этому все подготовили, мы как склад могли бы работать, но потом они ушли в игнор. Ощущение, что просто они провели это мероприятие, чтобы отчитаться и забыли. Да, никак это не запустили. По итогу все это мы собрали помощь и отправили вместе с женщиной, которая координирует там эту помощь тоже на волонтарительных началах. Она отвезла на машине и уже там соответственно распределили. Вам не хватает поддержки от государства или вы предпочитаете Я бы сказал, что нам не нужна поддержка от государства. Во-первых, не хотелось бы быть обязанным любому государству в целом. Во-вторых, здесь сложно. Мне кажется, что у Армении не сильно хватает средств для того, чтобы свое государство поддерживать. Куда еще мы будем лезть с украинцами и со всеми остальными. Арцаху они так насколько могут помогают. Все, что могу сказать спасибо, что они мешают. То есть они никак в нашу работу не лезут, не помогают и не мешают. Нас в целом полностью устраивают. А какие у вас вообще проблемы? С чем вам сложно? Сложно, опять же, с финансированием. Так у нас частные пожертвования. Мы не можем планировать бюджет. У нас вроде бы все ок, но опять же мы постоянно должны это менять. То есть сегодня можно с вас закупить такое количество на следующем месяце меньше, потому что мы можем по донатам в минус уйти, больше потратить, потому что у нас все остаются административные платежи интернет, аренда офиса и все остальное. Пока терпимо, все ок, ничего критического у нас не было. Мы понимаем, что даже если что-то резко пройдет, мы сможем еще работать несколько месяцев и там уже что-то... То есть какой-то НЗ у вас есть? Да, мы стараемся его сохранять на крайний случай, чтобы у нас было хотя бы какое-то время, чтобы уже среагировать в эти критические ситуации и возможно найти способы для того, чтобы продолжать существовать. Ну и программ-то не забываем, стараемся. А вы ведете какой-то учет, например, сколько за это время вы раздали продуктов или лекарств или чего-то в количественном отношении? около 15 тонн. 15 тонн? Да. Лекарств. Блин, у меня есть статистика наконец 22-го года, но там это в районе тысячи плюс-минус лекарств. Вот. Это, наверное, все Аша сейчас помню. Там, если что, у нас все отчеты есть на сайте, там мы прям подробно расписываем, что куда пошло и какое количество. А донаты, вы знаете, откуда идут к вам донаты? Вы можете это посмотреть? Откуда донатят? Ну, именно если мы берем рублевую карту, нет. Ну, потому что человек с рублевой картой донатит и здесь, там непонятно. Но я думаю, что большинство это россияне, которые уехали из России и находятся здесь. Вот. А так донатят и на рублевую, и на драмовую, и на личико. Собственно, у нас еще есть мерч, который рисуют художники либо сторонники, которые говорят, я хочу вашу пользу что-то нарисовать, сделать там это на футболке, продавать. Есть у нас наши художники, которые рисуют. Вот. И 100% с продаж этого МИАРЧа мы направляем на деятельность фонда, то есть на закупку, на склад. Ну, а все, что угодно, что связано с фондом. Вот. Получается благотворительное мерч. Очень сложно что-то новое не делать, потому что к тебе постоянно приходят новые люди, которые генерируют идеи и говорят, давай вот это сделаем, давай вот это сделаем. А у нас все просто. Буквально, не знаю, с подкастом с недавнего, который мы сейчас стараемся записывать, так как на видео время всего нет подкасты, это возникло вообще просто... Вот. Опыт имеет и записали подкаст. Ну, за первый раз в целом, мне кажется, неплохо получилось. Вот. И так в целом у нас все работает. И там смотрим. Тут что, я важную штуку подметил для себя, что важно отказываться от чего, ну, что не тянешь. Вот как вот история с шелтером, когда мы арендовали дом, и казалось бы, два человека из десяти, блин, зачем он нам нужен? Окажется, что, блин, столько сил вбухано в эту помощь, отказываться не хочется. И вот приняли решение в какой-то момент отказаться, но благо так совпало, что мы нашли партнеров, и как бы помощь осталась, при этом мы с домом вопрос решили. Вот, чтобы не тянуло. Мы оставляем те проекты, которые, наоборот, скорее дают нам силы и дают нам возможность сделать что-то полезное. То есть вы не боитесь тестировать какие-то новые вещи, но готовы отказаться, если они не полетели? Да, да. Либо убрать у кого-нибудь там в бэклог, снова, потому что вернемся потом, сейчас просто ресурса на это нет. И вот к этому сложно было прийти. Но пришли потихонечку. Но еще я так понимаю, что вы очень много внимания уделяете партнерству с другими НКО, благодаря чему вы можете и свои расходы сократить, и аудиторию привлечь. Тут спорно. Я говорю, мы только начинаем именно с НКО, именно по расходам. То есть это хорошо, там получилось, там, стриглинки с шелтером. Хорошо, там, получается, сейчас говорят, ну, с карточками и реван-сити. Хотя, опять же, это было дополнительно. То есть человек приходил, получал пакет помощи, и еще эту карточку. Пусть еще на самом деле про сокращение речи не идет. Но благодаря партнером, то есть это не только благотворительные фонды, это могут быть бары, всякие кафе, которые, не знаю, стоят наши донат-боксы, они приглашают на свои мероприятия, дают нам площадки для наших мероприятий. Это все, естественно, тоже сокращает расходы и дает нам возможность доходы поднять, то есть привести на их площадке мероприятия. Они еще при этом расскажут про нас, придет больше людей. То есть мы стараемся вот так дружить, ну, и что-то в ответ давать, без проблем мы там про их мероприятия, так сказать, как-то помогаем. Перекрестное опыление. Да, и это очень круто. Здесь прям чувствуется, что люди прям хотят помогать. И при всем при том, что к войне именно привыкают, но желания помогать меньше не становится. То есть у нас же поток волонтеров не упал. Постоянно приходят новые люди. Здорово, спасибо. Это отличный, отличный финал нашего разговора.